хотя ешь кашу не ешь ногу недельки короче еще те капухи интересный трехцветный загар мозг просто взрывается что происходит вообще до этой дороге доброе утро мы проснулись в усадьбе вот так мы спали вот такой верхом после нас пока есть электричество решил информацию скинуть с флешек на жесткий диск мы с собой жесткий диск взяли вот так это все происходит безболезненно чисто жесткий диск через шнурок подключается все информация перебрасывается мы эти все продукты то что у нас было все подъели а вчера было воскресенье нашли один магазинчик где можно было купить за злота у нас было только доллары на карточке и евро все наличку не принимают нужны злоты в итоге мы вчера нашли в магазин и купить ничего не смогли у детей еда есть а мы с вероникой уже почистили рис картошки ну не то чтобы хлебные крошки но съели практически все что нужно было съесть но главное что у детей не знаю похоже хозяйка нам обещала и из принести если вспомнит будем завтракать и собираться мы немножко отдохнулись постирали самое важное потому что вещи детские поскольку кашка ползая с настя тоже себя ведет как не пойми что короче песка кучу смыли сейчас уже легче ехать катюнь сидите как и лисенькая убеждет нас на что-то как настроение скажет хозяйка нас не обманула оказывается но принесла вот такие огроменные яйца курячие курячие яйца и сливки сейчас будем глазуги кубить а его такая красота у сашки получилось давай шикарно сверху посыпал лучком класс катя ешь кашу не ешь ногу к сожалению нас как всегда не оценила завтрак она постоянно просит кушать мы это делаем а она не ест то ли троллит вас то ли я не знаю как это назвать вот так недельки развлекаются пока есть халявный вайфай обновляемся смотрим что нам написали читаем ваши комментарии а дети пока гуляют не могу сказать что я сильно огорчен что настя не поела сейчас я это яйцо быстренько уничтожу катерина свежая пресса какие новости куда едут недельки вот такие шикарные апартаменты у нас только погода хмурится к сожалению надеюсь нам погода позволит ехать дальше хотя мы готовы и к непогоде в этот раз нашка в черном пакете не поедет настя поедет конча хамок а катя вообще в своей кибитке закроется клеенка и общая плевать на дождь непогоду и прочие факторы настюш покажи какой тебе букетик подарили ух ты ничего себе любишь цветочки катя играется со щенком который он там в кустах чечки благорода и морда и колесенький такой хорошенький такой мягенький такой недельки короче еще те капухи 11 часов дня а мы только выезжаем неважно вот эти комфортные условия на самом деле расслабляют то есть мы-то в принципе раньше 11 походу только один раз выехали когда всем стали но сейчас вот побыв отдохнув комфортных условиях так не хочется уезжать у тебя тут мягкая постель туалет вода кухня ну все как бы вот но надо двигаться дальше качка все больше и больше начинает ходить вроде спали а он сейчас проснулся с больной головой как будто я вчера пивка дернул а я пивка вчера не дернул а лучше бы дернул тогда бы знал чё болит наша мама переодевается напялила штаны с утра было свежо а сейчас уже раздевается а насеньке подарили вот такой красивый букетик заставьте у нас заставьте у нас не хотите к королю а а а а а а нравится качку везем без шлема эпизодически эпизодически стараемся надевать чтобы привыкала но постоянно в шлеме не едет добрый насюшка поехали все садись все провожали провожали нас все честно говоря очень приятно конечно не бесплатно но тем не менее ну все равно приятно то есть я думаю что у людей от нас приятные впечатления у нас от них а дальше мы следуем в город ломжа почему туда не знаем почему там как минимум есть большой магазин а нам нужно уже докупить катьке пачку памперсов потому что у нас тут буквально на сегодня и все то есть покупаем памперсы покупаем продукты так как магазины уже все таки работают а Наська нас уже драконит давай ей шавуху и все такое шоколадку и шавуху я только не понял в какой последовательности она это будет есть вот возможно с двух рук как папа мама у нас прачка мама постирала мама заодно это как это сушилка все что не досохло едет под резинками сохнет прямо на ней вот такая у нас уникальная мама интересный трехцветный загар короче тут было сейчас в магазин заскочили я же говорил что вроде погода портится в хаотичном порядке в топку накидали печенье шоколад булка сыр бекон все подряд и тут же резко погода стала улучшаться выглянуло солнышко практически нету облаков оказывается великое дело пожрать вчера совершенно случайно глянул на карту и увидел что мы недалеко от Осовца 10 километров для любителей истории или кто ну в курсе там сражений первой мировой войны там это советская крепость такая как она легендарная то есть описывают как была атака мертвецов где русские там отравленные каким-то там и притом или газом из последних сил выбежали там и просто разогнали большое скопление немецких или вражеских войск то есть это очень легендарное событие неизвестно это миф или правда и было абсолютно случайно увидел но уже не стали туда дергаться хотя наверное специально туда съезжу потому что там такое большое скопление форф фортов и разной фортификации ну мне любопытно посмотреть ну будет еще возможность это недалеко от белостока вот а белосток недалеко от белорусской границы так что может быть как-нибудь соберусь съезжу посмотрю обязательно короче тут народ в комментариях писал что блин женку нагрузил тяжковато еще да как я короче прикинул у нее килограмм на велосипеде навешанный килограмм так двадцать восемь наверное причем что основной вес идет сзади это задние сумки где-то килограмм двенадцать и еще восемь килограмм вот этот баул с ковриком и палаткой и спальниками вот все беспокоятся что я жену загрузил дам ей слово пускай расскажет каково ей просто надо приноровиться передняя загрузка тоже непривычно едешь как на танке но к этому очень быстро привыкать я не жалуюсь мне нормально муж меня не обижает ему на самом деле тяжелее чем вот так приятно тут жена и меня пожалела вот и в хорошем свете выставила так что загрузила ее нормально короче в плане загрузки я считаю что у нас все подготовлено почему не взяли двухместный трейлер потому что это прицеп это раз это габариты это парусность это накат это не для путешествий это все таки для покататься по городу плюс дети разновозрастные спят по разному у Кати у Насти высокая активность то есть она бы Катьке там просто спокойно не дала ехать вот постоянно будила мешала ребенку Настеньке не привыкать в креселке ездить поэтому мы ее посадили как обычно а Катька у нас более младшая поехала в расслабленных более комфортных условиях в трейлере и еще кто-то спрашивал почему я загрузил жене трехэтажный баул вместо того чтобы взять это свое экстра колесо одноколесный мой прицеп я думаю все его помнят вот почему потому что опять же это прицеп это габариты и особо мы так прикинули нам туда ложить нечего было то есть если бы мы взяли прицеп то это были бы все равно дополнительные сумки мы бы в мобильности потеряли но опять же прицепу надо привыкать но все таки Вероника девушка а у девушек вот куча приспособлений лишних ну ни к чему я думаю то есть она бы с ним конечно поехала и все хорошо но там надо понимать всегда что за тобой прицеп и там входя в поворот понимать что ты делаешь с этим вот как она и сказала едется ей комфортно не сильно загружена опять же складывала складывала и собирался в это путешествие исходя из своего опыта я думаю может быть не самый там лучший но опыт у меня есть то есть мне что-то подсказало что надо ехать вот так я долго сомневался я долго собирался это было не спонтанно вот но по факту когда понял количество вещей я решил что вот такая загрузка для нас все таки будет оптимальнее с утра проехали почти 25 километров и реально стало жарко с утра выезжали свежо было а сейчас жарко остановили детей кремом намазать от солнца а я тут у местного набрал в бурдюк воды сейчас еще и душ приму сейчас и солнце такое пекучее надо прятаться ну и немножко да солнцепёк переждать отличная штука походный душ а красавчик на обочине тебе организовал а а красава молодец а освежает мать его сейчас вообще такой разрыв шаблона остановились у дороги велосипеды дети и голый мужик ну то есть просто вообще я думаю водилы едут у них мозг просто взрывается что происходит вообще на этой дороге и а и 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 в лонзу не сразу в лидл конечно не все разделят но у нас пикник на задворках супермаркета тень и травка хорошая она подсказывает и контейнером мусорная рядышком сразу мусор фоб туда оформили красота конечно наша катя красивая и мама наша красивая и ты красивая а катя пьет сок а мы идем снасть магазин а травка хорошая а солнышко такое приятное еще мы такие хорошие чтобы взять тележку нужно вставить 1 евро вставляем 1 евро берем коляску а в 1 евро забрать надо коляску привести поставить на место нам в минске во всех магазинах давно пора такое вести и тогда все коляски у нас будут стоять на месте собственно как здесь квест по поиску памперсов и не взять ничего лишнего начался все булок набрали и конечно же конфеты или шоколадки дупло название конечно говорящая над попробовать все это какая-то пропасть как всегда ничего не взял толком деньги потратил ну что-то как-то так шатаешься по этим магазинам как бестолково продукты в каком-то хаотичном порядке лежат не знаю тихаешься тихаешься в итоге полчаса ты там а сейчас он граника на меня ругаться будет коротко отвечаю по существу для тех кого интересовало зачем недельки передний багажник так для справки ломзу 600 лет так что достаточно старый город знаете тут такое дело товарищи ехали мы ехали эту ломжу смотрели смотрели а показать то и нечего город как город люди магазины магазины чего-то такого интересного и не намутили вот ну конечно наверно есть но это надо искать а нам реально некогда поэтому мы едем дальше недельки мульс из того что заметил большой большой губ ну достаточно большой городок есть свой прокат велосипедов с пунктами проката такого как это городской типа велосипеды можете взять здесь поставить его там сколько это стоит не скажу макдональдс есть куча магазинов больших магазинов торговых центров ну больше нас как бы ничего и не заметили мы так по крайней мере нам по пути не встретилась эта дорога в сторону варшавы куда мы собственно и направляемся до не зря багажник поставил хотя я на самом деле ставил его не памперсы возить а тут такое дело перед отъездом уже некогда было заказывать заметил что мои передние рамки внизу треснули там один из лучей и я решил перестраховаться повесить на всякий случай еще один багажник ну и случае чего перевесить сумки на тюлевский багажник так сказать для подстраховки по все будем становиться на стоянку шестой день подходит концу куда у нас правда дорога проходит ночью будет шумно но бляха тут такие места что лучше не найдешь либо куда-то туда вглубь уходить там поля но они все засеяны кукурузой или пшеницей какой-то то есть ну топтать не хочется поэтому а уже время поджимает поэтому будем становиться здесь красивых мест конечно сейчас тут становится все меньше и меньше все больше какие-то сельхоз угодья поля вот речек ну реку реку озера тоже очень мало да и вряд ли бы мы сегодня доехали взял у местного набрал воды в бурдюк он 10 литров ведро взял детском прицепе там место есть я положил довезу довез а сейчас я думаю и без душа был смысле без воды обойдемся душ у нас будет помоемся еще 4 литра воды для приготовления пищи есть так что в принципе неважно переночуем а завтра утром как всегда поедем дальше кстати по дороге сюда кукурузном поле видел с одной стороны беда дороги две косули и со второй стороны две косули ладно чтобы они к нам под палатку не пришли ночью песни петь а то было у нас пару раз дети тоже он бодрячком как как гуляется кайты как катенька помаши катенька пока 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 такая колесенькой не жрутся комары нет это молодец настенька ты там что делаешь я понял она камни собирать все пол одиннадцатого вечера наконец-то укладываемся составил велики сложил вещи дождя вроде бы не передавали сегодня проехали 60 километров а сейчас будем отдыхать спать и все такое дети дурачатся в палатке спать не хотят они то за день это спались в отличие от нас вот а мы вот в таком месте спин леса полоса какая-то вот на недалеко от дороги велики не состегивал особо так просто он накинул замок так чтоб если вдруг кто-то там позарится чтоб хотя бы шумненько было а тут залеут и так недельки за шесть дней проехали 270 километров и потратили при этом 140 евро и поели да сим-карта хостел не хостела усадьбу и все у нас весело самое интересное после отбоя насенька все хорошо